сегодня будем менять жидкость на гидроусилители это видео подойдет в принципе для всех машин простой способ займет в районе 10 минут и вот сейчас покажу как у меня звучит гидроусилитель вот такие звуки он издает у меня воющие это насос так работает и жидкость скорее всего тут вообще не менялась на этой машине течение 12 лет и сейчас я ее буду в принципе просто менять итак в первую очередь нужно сделать это определить где подача на насос идет где обратка с рейки для этого просто смотрим откуда идут эти шланги вот это в данный момент идет на рейку это обратка подача вот это нижняя шланга и и мы получается не будем отсоединять а будем отсоединять вот вот с этим мы определились так дальше откручиваем пробку и нам нужно будет вот такой шприц чтобы выкачать масло возможно у вас будет шприц побольше я не нашел вот такое состояние масло его нужно все откачать из этого бачка и только потом приступать к работе сразу отсоединим вот этот хомут чтобы он не мешал для снятия этой трубки когда мы будем снимать ее нужно будет заглушить здесь когда мы снимем шлангечку подготовить одну полтора шку пустую от воды так ну шприц бы вообще побольше бы было хорошо этим вообще неудобно слишком маленький и также если бачок будет загрязнен нужно будет его снять и помыть все это видео на перемотку отключу чтобы на вот это вы не смотрели сейчас час буду выкачивать снять вот этот патрубок который идет от рейки братки снимать его нужно аккуратно чтобы вот этот штуцер не обломал и что выпадок вот такой болтик я взял, подмотал его фумкой. Чуть-чуть заходит, он у нас перекрывает. Так, всё, жидкость вся слита. Теперь буду заливать я вот такую вот жидкость корейскую GT Oil. 400 рублей она стоит. Кстати, вам нужно обязательно определиться, вот написано 2p3. По книжке определиться, какая у вас жидкость заливается именно в ваш гидроусилитель. Это очень обязательно. Вот. Теперь вот эту шлангу с рейки направляем в эту бутылку. И нам нужно будет крутить руль и будет выходить отсюда жидкость гидроусилителя. Можно, конечно, было поддомкратить перед весь, чтобы было проще крутить руль. Ну, тут у меня гараж узкий очень, поэтому я буду просто так его крутить без поддомкрачивания. Так, сейчас устанавливаю камеру, чтобы было всё видно. Сразу подольём жидкость, чтобы не завоздушивалась система. Так, и крутим руль. Так, покрутили руль. Посмотрели, возможно, нужно долить жидкость бачок. У меня она ушла вот до сюда. Мне нужно её подлить. Подливаем для того, чтобы не завоздушивалась система. И крутим ещё раз. В одну сторону до упора и в другую сторону до упора. Подливаем ещё раз жидкость. Подливать придётся несколько раз. Главное контролировать, чтобы подачу не попал воздух. Чтобы подчин party, подключил этого social внимания. Бутылка уже почти полная Так, тут немного осталось Сейчас еще один раз крутану и все Так, все, тут уже пошла новая жидкость Так, теперь нам нужно вот этот болтик вытащить И засунуть туда шланглобайк Вот, в это же место До максимума удалил Но у нас сейчас все равно Так, бечка, это тяжело Оп, все Все, теперь пропихнуть туда И нужно будет прокрутить Точно так же руль На заведенной машине Добрый день! пробка и теперь нужно будет на заведенной машине точно также покрутить рулем сейчас на этой машине придется еще сначала бачок поставить охлаждающей жидкость кстати чернота вышла около литра как раз литр входит в систему и на бачок поставил на место и жидкость залита у нас ничего страшного если она выше максимума у вас можно будет в любой момент его откачать шприцом вот и сейчас нужно будет на заведенной машине покрутить рулем точно также так все лишнее убираем отсюда чтобы не упала никуда 100 грамм где-то осталось у меня здесь на всякий случай чтобы долить так и садимся в машину заводим ее так все завели и теперь нам нужно в разные стороны покрутить рулем прям он очень легко стал крутится но гудит так же в принципе вот так раз два и три все теперь дальше в следующую сторону опорник у меня скрипит что-то уже левый надолго нельзя задерживаться чтобы не спалить сам насос руль прям очень легко стал крутится так и дальше смотрим что там с жидкостью у нас так смотрим жидкость так же в норме осталось значит еще крутим дальше руль вам так раза три в разные стороны и все и все в одну сторону раз два три теперь другую прям очень легко стал крутится раз два три все надолго задерживать нельзя в крайнем положении руль но шумит у меня все равно сам насос прям хорошенько так шумит опорник этот китайский нужно менять слева теперь черный который я покупал уже справа менял все все ну если какой-то воздух был он вот в крайних положениях должен выйти у вас все теперь смотрим нужно доливать жидкость или выкачивать все 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 можно было конечно еще компрессором продукт всю систему но это тогда возможно мы бы и за воздуши когда заполняли бы так у нас тут теперь жидкость посередине как раз надо максимум убираем берем пробку закручка все готово окно введем итоги что же вообще изменилось после замены жидкости в гидроусилителе вот на холостых намного тише стала машина работать работала она у меня громко потому что гидрать было очень сильно слышно на холостых сейчас его слышно но намного меньше руль стал крутиться намного легче чем раньше но вот этот вой так и остался в принципе это возможно конечно еще из-за того что сейчас в узком пространстве стою из-за этого очень сильно слышно так возможно на трассе его вообще в принципе если стоять на трассе и крутить так на холостых его возможно вообще не будет слышно вот так что в принципе за 10 минут вы можете легко заменить эту жидкость не за воздушев систему вот именно таким способом вот что еще хотел показать вам насчет вибрации руля вот сейчас вы увидите видео я снимал недавно у меня очень сильно вибрировал руль сейчас вот вы видите в принципе он вообще не вибрирует если есть вибрация то она там миска микроскопическая на руками не чувствуется вообще никак вот вибрация пройдет как только вы выставите подушки об этом у меня снято видео ссылка на него будет в описании под этим видео вот всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем пока